Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Карибу. Сегодня в студии для вас работает Анна Карнетова. Коротко расскажу о главных темах этого выпуска. Уволить министра природных ресурсов Магаданской области по причине утраты доверия. Прокуратура внесла представление губернатору Сергею Носову. Есть некоторые опасения. Глава Хасынского округа о ремонте второй школы в поселке Палатка. Две серьезные аварии произошли в начале этой недели. Они унесли три человеческих жизни. Досрочно назначать пенсию по старости самозанятым северянам и увеличить максимальную сумму пособий для семей с детьми на размер районного коэффициента. Такое предложение поступило от председателя Магаданской областной думы Сергея Абрамова. Он выступил на парламентских слушаниях по законодательному обеспечению опережающего социального развития Дальнего Востока и Арктики. 24 июня в Государственной думе прошли парламентские слушания по вопросу законодательного обеспечения опережающего социального развития Дальнего Востока и Арктики. Колыму на них представил председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов. Участие приняли также сенатор от Магаданской области Анатолий Широков и заместитель председателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Государственной думы от Колымы Антон Басанский. На слушаниях обсуждались вопросы интеграции мастер-планов развития городов Дальнего Востока и опорных населенных пунктов Арктической зоны, законодательства о градостроительной деятельности, энергетической безопасности, реализации программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар» в Арктике, жилищной политики, в том числе льготная аренда жилья для студентов, развитие систем здравоохранения и образования, рыбной промышленности и проблемы браконьерства. Спикер Колымского парламента Сергей Абрамов внес предложения, которые сделают более справедливыми государственные меры поддержки жителей Дальнего Востока и Арктики. Действующее законодательство не учитывает особенности его применения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Периоды работы в статусе самозанятых учитываются в общем стаже для назначения гражданам страховой пенсии по старости в случае добровольной уплаты ими страховых взносов. Но при этом в северный стаж, необходимый для досрочного назначения пенсии, эти периоды не включаются. Второе предложение Сергея Абрамова направлено на устранение дисбаланса при расчете отдельных социальных пособий. Он отметил, что на территориях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальные размеры пособий по беременности и родам по уходу за ребенком до полутора лет рассчитываются, исходя из минимального размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов. В то же время, при определении максимального размера названных социальных пособий, коэффициенты не применяются, и предельный размер ограничен суммой, единой для всех регионов страны. Предлагаем скорректировать порядок расчета максимальной суммы данных пособий, увеличив ее для северян на размер районного коэффициента. В совокупности с другими социальными гарантиями эта мера повлияет на стимулирование роста рождаемости, поддержание достойного уровня благосостояния семей с детьми, проживающими в районах Крайнего Севера и при равных к них местности. По итогам парламентских слушаний, участники поддержали проект рекомендаций. Они будут доработаны с учетом поступивших замечаний и предложений. Прокуратура требует уволить министра природных ресурсов Магаданской области Олега Косолапова по причине утраты доверия. Ведомство внесло представление губернатору Сергею Носову. Прокуратурой Магаданской области проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в 2023 году министр природных ресурсов и экологии региона трудоустроил в подведомственные учреждения двух своих знакомых, с которыми ранее работал в коммерческой организации. Уровень образования одного из вновь принятых сотрудников не соответствует предъявляемым требованиям. В целях трудоустройства другого специалиста введена новая должность в штатное расписание. После приема на работу работнику неправомерно выплачены подъемные. Под покровительством министра должностное лицо произвольно начисляло себе премии в повышенном размере. Главный бухгалтер авиалесоохраны выразила несогласие с действиями вышестоящего должностного лица и нового руководства, после чего по надуманным основаниям была уволена. За защиту нарушенных трудовых прав женщина обратилась в Магаданский городской суд и была восстановлена на работе с выплатой компенсации морального вреда. Императивные нормы трудового законодательства и законодательства о противодействии коррупции требуют расторжения служебного контракта с лицом, которым не приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Прокуратурой региона внесено представление губернатору Магаданской области с требованием об увольнении Олега Косолапова по утрате доверия. Представление находится на рассмотрении. На этой неделе в Центре управления регионом провели интервью с главой Хасынского муниципального округа Лидией Исмаиловой. Поднятые темы, а это вопросы от жителей поселков, благоустройство населенных пунктов, реализация программ «Тысяча дворов» и «Земский доктор», старт ремонта дорог и планы на следующий год. По «Тысяча дворам» хочу сказать, что когда сегодня уезжала в Магадан из палатки как раз-таки на эфир, то уже шло асфальтирование. Поэтому, когда выделяют деньги, мы очень рады. Спасибо, конечно, правительству, потому что потом становится второй вопрос – это освоение, так как у нас была проектно-сметная документация, и согласно этой проектно-сметной документации предусмотрелось благоустройство двора. Это и асфальтирование, это укладка плитки, травмобезопасного покрытия, затем установка мафов, то есть скамейки. Естественно, одновременно с этим мы еще в прошлом году заменили ветхие сети. Вот что всегда вперед делаешь, прежде чем начинать что-то глобальное – это замена ветхих сетей. Это и холодное, горячее водоснабжение, канализация и так далее. То есть, когда в прошлом году были проведены, соответственно, такие работы, то уже в этом году гораздо легче совместно с Комэнерго. Далее также с участием управляющей компании, когда сразу было выставлено следующее, чтобы приведены были в порядок все крыльца, потому как это необходимо, двери, затем козырьки и прочее. То есть, все правильно, мы всегда подхватываем то, что должно смотреться в комплексе. Поэтому на сегодняшний день проведена большая часть работ. Мы ожидаем мафы, которые находятся сейчас во Владивостоке, и должны вот-вот выйти погружены в контейнер, вернее, и отгружены на Магадан. Поэтому асфальтирование уже началось, была укладка брусчатки, что тоже радует, потому что если стоит выбор между плиткой и брусчаткой, нравится больше брусчатка. А вообще, конечно, рады за жителей, потому что, во-первых, это вокруг ФОКа, нашего спортивного объекта, там много лет эта проблема как раз-таки не была решена. На сегодняшний день, когда смотришь на выходящего, улыбающегося жителя, то это здорово, конечно. Рассказала глава округа и как идет ремонт второй школы в поселке Палатка. Жителей интересует, есть ли проблемы с доставкой стройматериалов, нехватка кадров и успеет ли подрядчик сдать объект до обозначенного срока 15 августа. На сегодняшний день несколько отстают от графика. С этим я согласна. Однако мы постоянно на этом объекте присутствуем. У нас и демонтаж полностью завершен двух зданий, потому что там не одно здание, а два здания. Полностью идет замена полов, отопление, частично кровли, там, где все-таки надо обновить и прочее, это все там тоже затронуто, потому что все-таки два здания. Далее полностью материал пришел на полы, полностью демонтаж двух зданий тоже осуществлен. Затем идет штукатурка, вот вчера была на основной школе, там второй этаж закончили и приступили к первому этажу, и на этой неделе уже заканчивает. Далее электрика тоже проведена по второму этажу полностью, частично по первому этажу. Также идет замена полов, то есть работа идет, но основное вот сейчас к концу июня, мне был назван срок 29-го, будет поступление фасадного материала, потому как есть материал, есть работа, мы это все прекрасно понимаем, и было обещано увеличение количества работников. Например, только на втором этаже вчера присутствовало 13 работников, но если плюсом говорить, то более 30 работников на двух объектах. Отмоску уже также начали бетонировать и прочее, заливали бетон буквально несколько дней назад. Но есть некоторые опасения, поэтому будем надеяться. В этом раскладе новый учебный год ребята смогут начать уже в своей школе? При хорошем – да. Поэтому забегать вперед не буду, потому как мы понимаем, что результат, который будет, он и покажет, насколько все успешно произошло. Но материалы какие-то в пути, большинство уже здесь, и больше всего мы ждем уже в конце июня. Вот этот срок для нас просто самый такой основной, как точка отсчета. Вопросы жилья и качества коммунальных услуг, чистота города, благоустройство дворовых территорий и ликвидация несанкционированного приюта для животных в многоквартирном доме. С просьбой посодействовать в решении этих и других проблем к мэру Магадана на этой неделе обратились жители города. Подробности у Олеси Хитагуровой. Этот дом по адресу Шандры Шемича, 11, корпус 1, несколько лет назад превратился в кошачий приют. Точнее, около 30 животных ютятся только в одной квартире, но их присутствие сказывается на всех жильцах. Вонь проникает в каждый угол. Не выдержав такого соседства, магаданцы начали обращаться в разные контролирующие организации. Достучаться до самой сердобольной основательницы питомника оказалось невозможным. С просьбой помочь решить эту проблему к мэру областного центра в рамках личного приема граждан обратился житель этого дома, бывший главный государственный ветеринарный инспектор Магаданской области Владимир Шейко. По его словам, эта антисанитария грозит серьезными последствиями, а между тем, письма в другие инстанции пока никаких результатов не дали. Обратились в Роспаривнадзор. Еще было ТСЖ Магаданское, коллективные жалобы с подписями, все. Там долго рассматривали, судили, рядили, дали ответ. Поскольку не могут жительницу застать, поэтому каких-то мер принять не могут. Обратилась наша одна жительница в жилой инспекцию, чтобы меры приняли. Ей там написали ответ, что это надо Роспаривнадзору, они пускай там меры примут. Я в Роспаривнадзор обращался и путем общения с ними. Потом пошел в прокуратуру города Магадана. В прокуратуре написали грозное письмо начальнику милиции, мэрии, жилой инспекции, Роспаривнадзору. Всем, значит, озадачили принять меры. Ну и что, значит, все скатилось к мэрии города Магадана, к департаменту жилищно-коммунального хозяйства. Они пускай там меры примут, как владелицы, путем лишения ее прав на проживание и продажи квартиры с торгов. Примерно так. Но поскольку, так сказать, документов надо собирать, и вот это было год назад, в августе. Я обращался в начале года в прокуратуру, а письма департамент жилищно-коммунального хозяйства, он отписывает всем, что собираем документы, а мы дышим этим запахом. Вот. Сейчас вот зимой вообще было страшно, потому что мороз, чтобы не переморозить, так сказать, там воду, я вот с первого этажа ходил там проверял, закрывал там, чтобы проветрить и все. Ну, сейчас вот более-менее открываем окна, все, так сказать, ну, мухи летят. По словам мэра Магадана Юрия Гришина, по данным департамента жилищно-коммунального хозяйства, этот вопрос пытаются решить не первый день. Оказывается, эта проблема давняя, департамент ЖКХ вынес предупреждение хозяйке этой квартиры, и до 1 июля она должна все-таки жилье содержать как жилье и не создавать проблемы всем. 1 июля, если не будет приведена квартира в нормальный вид, то будет обращение в суд с дальнейшим решением уже и реализации этой проблемы через исполнительные листы. Еще один вопрос благоустройства двора дома номер 31-10 по улице Парковой. С ним к мэру обратился Алексей Дербеденев. Дело в том, что согласно публичной кадастровой карте и согласно вообще документам, придомовая территория дома Парковой 31-10 представляет собой небольшой участок земли, близ подъезда и близ насаждения зеленых, совсем-совсем маленький-маленький участок. Естественно, в доме проживает много детей, стариков, да просто людей, которые хотят прогуляться рядом с домом по Парковой 31-10 расположены большие территории. Ранее их занимают места, где стояли бараки по улице Колымское шоссе 5-9-11, по-моему, если мне не изменяет память. Сейчас это пустыри, которые не облагорожены, не ухожены и так далее. Эти территории вполне можно использовать под создание парковочных мест, детских площадок, обустроить всячески эту территорию. Скажем, если говорить о заезде со стороны улицы Гагарина, если вы прибудете туда, посмотрите, увидите арку, заезжаете во двор. Вроде все заасфальтировано, все готово, но участок территории придомовой крайне маленький, то есть там не развернешься. Большую часть этой территории занимает в НИИ-1, огороженная территория, которая используется, на мой взгляд, ненадлежащим образом по договору аренды земли. Непонятно, какие-то производственные строения и так далее используются они, не используются. Но жильцам дома, естественно, ни горячо, ни холодно от этого. А дальше, там, как я уже сказал, есть Марчиканское шоссе, бывшее 5, 9, 11, сейчас это пустыри, расположены как раз-таки вот эти самые пустыри, которые можно использовать как раз под детские площадки, под что-то такое полезное. И вот, собственно, вопрос к мэру, каким образом мы можем это сделать. Потому что возникла проблема формального характера, что на публичной катастрофной карте данная территория не размечена никоим образом и сложно ее вообще как-то использовать. Мне вообще сказали в САТЭКе, что в ответе САТЭК официально, что данная территория используется нами незаконно, когда мы по ней проезжаем, например, или проходим, что в городе этого. Поэтому просьба главе города помочь разобраться в сложившейся ситуации и все-таки посодействовать в том, чтобы эта территория стала более комфортной. Соответствующее поручение Юрий Гришан дал департаменту САТЭК. Там действительно двор совсем неухоженный, там совсем стесненная территория, там забор в ней один, двор некуда раздвигать, потому что он ограничен. Предложил, раз нельзя вширь, то пойдем вдаль. Сейчас они будут готовить предложения от жильцов дома по проекту территории. И дальше мы посмотрим, ну сначала мы там засыпем им хотя бы ямы, как они говорят, сделаем минимальные какие-то работы, а дальше уже будем там на последующие периоды, там 25-26 год смотреть, чем помочь. Подводя итог встречи с жителями города, Юрий Гришан отметил, что каждая из проблем требует пристального внимания, и ответственные департаменты постараются решить все озвученные вопросы. Были вопросы по предоставлению участков для индивидуального жилищного строительства категории инвалид, были и вопросы благоустройства по левонабережной, вопросы предоставления жилья. Но все вопросы, как я говорю, это острые вопросы, и ответы даны устно сейчас, закреплены это письменными распоряжениями в адрес департаментов. Я думаю, что люди свои вопросы решат и будут счастливы жить на территории нашего города. Напоминаем, что записаться на встречу с градоначальником может любой желающий. Сделать это можно по адресу площадь Горького 1, кабинет 105. Олеся Хитогорова, Артем Булгару, специально для Карибу. Две жизни унесла страшная авария в Магадане 24 июня. На трассе столкнулись легковушка и газ. Днем 24 июня в отдельную специализированную роту Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Магаданской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 1998-м километре в федеральной автодороге Колыма. Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля Ниссан Блюберт при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил встречное столкновение с автомобилем ГАЗ, который находился под управлением 33-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Блюберт от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидцев данного происшествия просят обратиться в Госавтоинспекцию Магаданской области по телефону 696-020-6535-23. А на следующий день произошла еще одна авария со смертельным исходом. На этот раз без столкновения автомобилей водитель Лексуса не справился с управлением, машина улетела в кювет и там перевернулась. Ночью 25 июня 2024 года в дежурную часть отделения МВД России Польскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Магадан-Балаган-Аталон. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что водитель 1983 года рождения, управляя транспортным средством Лексус РХ-300, не справился с управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, мужчина 1983 года рождения, погиб. Водитель получил телесные повреждения, доставлен в Магаданскую областную больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В эти выходные в Магадане отметят День молодежи. Как рассказали в Департаменте молодежной политики региона, запланирована масштабная программа. Ежегодно праздник собирает сотни, а то и тысячи гостей. Музыка, танцы, творчество, спорт, наука и оружие. На Магаданской площади традиционно представлено все, что интересно юным колымчанам. Площадки с самой разной тематикой. От стрельбы из лука и демонстрации робототехники до мастер-класса по черлидингу и брейк-дансу. Здесь можно проверить свои силы в жиме штанги лежа или окунуться в мир виртуальной реальности. Узнать все о мотоциклах и гоночных машинах или познакомиться с коренными жителями региона и их питомцами. И в этот раз праздник будет не меньше. Для гостей мероприятия подготовят более 30 площадок. В их числе мастер-классы от художников, экоактивистов и альпинистов, батуты, автосимулятор и, конечно, концерт. Также запланировано награждение выдающихся представителей молодежи от губернатора Магаданской области Сергея Носова. Мы подготовили много интересного. У нас будет и игра в лазер-так, и мини-зорница от наших друзей движения первых, фитнес-растяжка, танцевальные батлы. Приходите все к нам на Магаданскую площадь в субботу в начало в 3 часа дня. А вечером будет небольшой диджей-сет. В случае дождя мы праздник перенесем в молодежный центр. Далее информация о погоде. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А на сегодня у меня все. Смотрите телеканал «Карибум». Скоро будут новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова